Это я. И девочки мне говорят, чтобы я ракурс меняла, когда я снимаю такие видео из дома. Вы знаете, девочки, я постараюсь, но я ещё не могу никак придумать, на что же мне ставить смартфон. У меня никаких ни подставочек нет, ничего вообще для смартфона. Только лампа есть. Ну, мне с лампой неудобно носиться. В общем, и я, когда снимаю свои видео, я его просто облокачиваю вот так на что-то, и получается вот такой ракурс. Конечно, хотелось бы вот такой. Но это надо, чтобы он был на уровне моего лица. Я даже не представляю, на что его можно так поставить. Мариша. Я только из душа. Я постригла волосы, между прочим. Вот. Волосы ещё мокрые. У нас жарко уже два дня. Вот. И... Ну, и я постригла волосы. Причесала их, и всё. И сушу. Надоели длинные. Хожу вот так. Не накрашена. Потому что только из душа. Это так классно. Так, девочки, купила себе новый лак. Значит, сейчас на мне лак, знаете ли, более светлый. А этот прям такой более тёмный. Такой цвета переспелой вишни. Но я вижу, что мой смартфон показывает его не настолько тёмным, насколько этот лак является тёмным. В общем, я довольна. Другого лака я не хочу. А много лаков я себе позволить не могу на данном этапе. Поэтому тут у меня уже... Сейчас я вам покажу. Покажу, покажу. Вот. Вот одна коробочка, да. Здесь у меня уже всё заканчивается. Извините за шум. Вот, видите, вот это вот пять в одном. Сушка, блеск и покрытие для сохранения лака закончилось. А вот этот лак, вот он, который у меня на ногтях, да, он закончился почти, но я его разбавила ацетоном. В общем, им можно пользоваться. Но я купила, сейчас, может быть, в сравнении вы увидите. Я купила вот другой, видите, вот такой вот. Всё-таки видно различия. Дальше. Да, и вот же ж... Ой. И вот же ж купила новенькую, новенькую сушку. Вот такую. Тут, видите, на донышке осталось. Вот новенькую такую купила. Как там я её... Ну, что показывать? Что показывать? Вон она там. Такая же самая. Да, и карандашик купила. Купила меховой каранда... Тьфу ты, меховой. Механический карандашик купила. Вот такой. Вот я только механический карандаш. У меня закончился почти, что красненький. Вот, и мне пришлось купить новый. В общем, здесь каждая покупка, знаете ли, как-то обдумывается, поскольку, ну, как бы, такое, время такое, обстоятельства такие. Вот. Ну, ничего. Необходимо... На необходимое хватает. Ну, что ж такое? Я уронила этот карандашик, и он немножечко помялся. Ничего. Надо его в холодильник положить. Показывала-показывала, толком не показала. Ладно. А вообще я уставшая? Я только из душа. Да, люди разные. Дело в том, что когда в 1861 году освободили людей, отменили, вернее, крепостное право, очень многие не знали, как им дальше жить, и предпочли остаться всё-таки рядом со своими хозяевами. Почему так произошло? Потому что людям проще, когда за них решают все проблемы. Вот они жили бедно, но они знали, что за них думают. Думают. Когда ты свободен, ты должен думать. Когда ты не свободен, за тебя думают другие. Что произошло после развала СССР? Я сама очень долго не могла принять. Я очень долгие годы копаюсь в этом по сей день. Почему так тянет туда? Потому что, да, это была юность, это было детство, это были лучшие времена. И при этом люди уже привыкли так жить. Когда же произошёл вот этот переворот 1991 года, тогда люди растерялись. Действительно, были очень сложные времена. Но дело в том, что пришлось самим думать и действовать. Не все на это способны. Не каждому это удаётся. СССР – это было такое доброе крепостное право. Я говорю доброе, я не оговорилась. Действительно, государство заботилось о своих гражданах. Это правда. Но это было вот такое вот... Вот такое. Я просто думаю об этом. Думаю об этом. Человеку не хочется думать. Человеку не хочется решать проблемы. Человеку хочется жить, не беря на себя ответственности, не беря на себя решения проблем. Человеку хочется, чтобы за него эти проблемы решал кто-то. Ну, я такая же. Мне тоже не хочется решать проблемы. Но речь-то не обо мне, а вообще вот такие мои мысли-рассуждалки. А что же ещё? Понимаете, я вот думала, если сейчас вот так вот раз и вернуться в СССР, уже в этом возрасте, вот в нынешнем моём, ну, сейчас-то я насквозь вижу ложь, лицемерие, лизоблюдство, треал таких, знаете ли, неприятных. Они и здесь присутствуют, и в этом мире. Они присутствовали испокон веков, и их не убьёшь. Это порода человеческая. Не каждому свойственно. Я ненавижу ложь, лицемерие, лизоблюдство. И очень многие тоже. Но многим это свойственно. А мир, вы знаете, состоит из плюсов и минусов, да? Единство и борьба противоположностей без этого невозможно. Ну вот как-то так. Я бы раздражалась, живя в СССР, вот в нынешнем своём возрасте, передумав и перекопав кучу информации. Я бы раздражалась сильно. Всё, пока всё. А к чему, собственно, я? Да, друзья, в прошлое хочется иногда вернуться, в своё прошлое, на пару часов, на денёк, в какой-то день, когда твоя вся семья в сборе. Вы знаете, да, да, я, что сподвигло меня на высказывание, просто включаю иногда утреннюю зарядку СССР. Ну, как сегодня, в очередной раз. Да, я включаю. Мы тоскуем, скорее всего, по своей молодости, по своему детству, детство-юность, мои университеты. И, конечно, я тоже, тоже. Но если задуматься, то... У-у-у! Как много под этим ещё непознанного нами самими. Вот, да, тянет. А потом, когда углубишься в это, думаешь, ну, да. Не всё так гладко, не всё так сладко. Но я возвращаюсь всё равно. Куда же от этого деться? Когда у меня очень сложные... Очень сложные... Бывает, конечно, такое у каждого человека, очень сложные... День, часы, минуты. Не то, что там три рубля потеряла, да. А именно реально сложные вещи, которые случаются периодически у каждого человека. Когда тебе хочется просто вот... вырваться из своего тела и куда-то улететь. Когда просто вот рвётся душа на части. Такое бывает. Бывает. Я тогда, знаете, к чему обращаюсь? К кому? Я обращаюсь к маме. Я обращаюсь... я просто прошу её посидеть со мной рядом. Просто, чтобы она посидела со мной рядом. Прошу её не уходить, пока я не успокоюсь, пока я не засну. Мне помогает. Светлая память о Царстве Небесном нашим дорогим родителям, родителям, родственникам, людям, которые нас когда-то любили, которых мы любим до своих последних дней. это очень важно. Важно ощущать их присутствие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...